Речь идет о следующем, как-то внезапно мы обсуждали, обсуждали совершенно. Я открыл удивительную обманку, которая существует в современном мире, о которой я хочу вам рассказать. Эта обманка состоит в том, что в мире не хватает подовольствия и что вот-вот мы все будем умирать от голода. Это называется «хватай рюкзак, вокзал отходишь». Знаешь, как папа пошел столь скупать, другую скупать и так далее? Как ни странно, ситуация в современном мире прямо противоположна. В мире произошла то, что называется «зеленая революция». Зеленая революция – это означает, что с очень небольших площадей люди научились собирать гораздо большее рожа. Еще какие-то 40 лет назад 20 сантиметров с гектара производства пшеницы считалось очень хорошим показателем. До сих пор у нас в России декларируется, что мы в самых лучших наших черноземах столько времени собирали. Хотя из сетильных хозяйств это убирает 70 сантиметров с гектара. Теперь 70 сантиметров с гектара считается в европейских странах мало. А у нас какая произведение? Около 20. А почему так? На зону рискованную медведение? Нет. Я думаю, что в основном, потому что наши… Потом 2-3 урожая. Нет, 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 нет. Это все с одного урожая. С одного урожая это все. И у нас тоже в Воронеже отдельные хозяйства такие угрозы показывают. И в Ставрополе, и в Краснодарском крае показывают такие угрозы. Просто нас часто скрывают. А во-вторых, мы не вносим удобрения в нужном количестве, не используем семена, подходящие к утру и так далее. Мы вспомним, что одна из причин немецкого нападения на Восток – то, что им нужна новая земля, новая пространство для жизни. На сегодняшний день Германия полностью обеспечивает себя пшеницей и всеми хозяйственными картами основными. И даже все время пытается что-то вывести. Такое же дело касается Франции. Если вы заметите, крупнейший экспортер картошки – это у нас крохотные герланды. Крупнейший экспортер свинины – это у нас крохотная Дания. Крупнейший экспортер, но не производитель. Пшеница – это у нас Канада, с населением 20 миллионов человек. А Америка вообще делает чудеса. Они собирают в город 300 миллионов тонн кукурузы. Например, вообще угрожая всех наших зерновых, включая пшеницу и ничего-либо еще в России – это 100 миллионов тонн всего. А у них 300 миллионов тонн – это только кукурузы. У нас по территории больше же? Да, по территории больше. Я хочу, чтобы вы понимали еще такую простую вещь, о которой я не буду говорить дальше. Что Россия, на самом деле, в производстве зерновых является сверхдержавой. Первое место по ячменю, третье место по этим результатам после Индии и Китая – по пшенице, второе место по ржи, после Польши и так далее. После Польши? После Польши – по ржи. У нас и 100 миллионов тонн этого года урожая, то примерно 50 миллионов тонн – это у нас пшеница. Еще очень много реч меня почему-то собирает. Ну, гречка еще, наверное, на первом месте. Да, гречка на первом месте, да. Мы в три раза превосходим вторую страну по производительности. Вторая страна – Китай, да. Это Китай, да. Мы производим в три раза. Потому что у нас это любит. Да, не странно. То есть такая вот вещь. На самом деле, как ни странно, в настоящее время в стране, в мире, происходят испытания новые сорта, которые позволят добиваться… Генетически модифицированные? Да, в первую очередь. Которые позволят собирать шеницы, допустим, в 180 сантиметров с гектар. То есть нет предела развития, так сказать… Нет, да. То есть зеленая революция произошла, и ситуация голода, как народ, грубо говоря, второй половиной двадцатого века, даже в Европах, в России, регулярно голодал. То есть эта проблема полностью решена. Мы стоим на грани, и все время подошли к этой грани вплотную, гигантского перепроизводства сельскохозяйственных культур. То есть вот этот закон Мартулса, знаешь, такой, что человеческий так разорвился, что после сголуба он лет подошел? То есть он не работает, да? Он не работает. Наука в состоянии теперь опережает эти процессы. Опережает эти процессы, мы отбываем зерна больше и больше. Как современный мир пытается с этой золотой революцией справиться? Обратите внимание, что раньше, еще пятьдесят лет назад, считалось сельское хозяйство – это удел слаборазвитых стран, то теперь крупнейшие хозяйственные продукции – это наиболее развитые страны мира. А как же с дотацией? Считается, что сельскохозяйственные продукции не исключительно датируются? Об этом я скажу. Она датируется. Датируется не тем способом. Повторяю. Чтобы народ ее производил больше для того, чтобы фермер много ее не производил. Датируется хозяйство для того, чтобы он не повышал урожайность, не повышал… Так в Европейском Союзе в основном делается. Потому что народ стоит перед гранью командного года перед производством. Да. Просто, на самом деле, если европейская эфира не датируется, он просто займется на рынке. Давай уже будем честными, а? Нет. Ну как нет? Нет, ну это интересный взгляд на то, почему он не датируется. Значит, есть три способа. Первый способ. Первый – дотации специальной сельскохозяйственному производителю для того, чтобы он на самом деле не производил много этой же самой пшеницы, допустим. И взбивал цены на рынке. Есть второй способ. Надо применять для сельскохозяйственной продукции новые рынки забыток. Что-то с ней надо такое делать, чтобы ее можно было потреблять. Это биотормон. Большая часть сельскохозяйственной наиболее развитых стран, например, в США и в Азилии, работают чисто на биотормон. Из биотормон, делают из АПС, и в том числе делают из нашей любимой коколосы. Вот именно она идет на топливо. То есть ты здесь придумывал новый рынок сбыта и из хозяйственной продукции. Надо еще признать, что все-таки, конечно, есть в этом какая-то логика, чтобы действительно… Да, еще третья вещь. Что ты должен искусственным образом запрещать технологии, которые позволяют собирать очень высокий уважай. То есть развивать всячески так называемую органическую земледелие. На самом деле мы все знаем эту последнюю историю с коей, когда зараженные оказались люди, которые потребляли продукцию органического земледелия. Именно раски сои. Раски сои, поскольку кишечная палочка находится у любых животных, это его нормальная, населяющая его флору в кишечнике. Если ты тоже будешь этим натуральным навозом удобрять землю, то у тебя человек, который будет употреблять, будет эту кишечную палочку таким образом и получать. Соответственно. А если они занимались нормальными удобрениями, а не навозом, то никакой опасности заражения не было. Если бы они исправили битоксины в качестве пестицидов, а сейчас делают так, что производство битоксинов встроено генетическим образом жизненности самого его растения. То есть оно для насекомых само по себе ядовито. Ну, съедобно для человека. Это внешняя технология. Можем геномерфицированные эти штуки запретить, тогда у тебя уважаемость упадет. Но, с другой стороны, ты вынужден будешь бороться опять с великими. А чем ты будешь бороться? Меднокупоросом. Меднокупорос, по сравнению с этим битоксином, токсичен раз в тысячу, наверное. Требуконозы, которые там находятся. Поэтому у тебя второй способ. Это первый, куда-то тебе удевать. Девать его надо в белую тонну. Второй способ – это запрещать новые технологии. И третий способ – это давать дотации фермерам, чтобы они его не перепроизводили. Очень интересно, как на этом рынке ведет себя Россия. Россия ведет себя, как обычно, подло. Ну, как и на рынке нефти. Мы знаем, что у нас есть ОПЕК, который всеми силами держит цены на высоком уровне. И не дает всем совмещенным ОПЕК добывать больше определенного уровня. То есть у них есть картельный сбор. Есть Россия, которая на это соглашение плюет и продает столько нефти, сколько может выкачать. Ей совершенно это не интересно. Она просто тупо паразитирует на опекарской деятельности. То есть СССР ограничивает производство нефти. А Россия старается, раз она ограничивает добровольно, то она старается больше продать. Так и с сельским хозяйством. Точно так же. Когда у нас основные европейские производители пытаются производство пшеницы избежать, то Россия пользуется этим и не ограничивает свое производство пшеницы. И она туда пытается его продать. Я про что Валя хочу сказать. Это совершенно не означает, что эта пшеница в производстве не стоит ничего. Есть некоторая нижняя грань себестоимости, ниже которой ты перейти не можешь. А такие страны как Россия перейти ее могут. Почему? А потому что бензин датируется и достаточно дешево. Потому что... Гради датируются? Да. Сейчас да. Да, да, да. Где он все датирует? Везде датируется. Есть специальный сельскохозяйственный банк в СССР? Да, сельскохозяйственный банк, который всем дать. Который весь конкретно не занимается. Замок сельскохозяйственной техники датируется. Сейчас очень много. Отсюда у нас такой бум последнее время о сельскохозяйстве. Да, именно так. Ну в этом году черной рекорд России поставили. В советские годы еще 120 миллионов тонн был рекордом. А сейчас 100 было сделано. Опять поставили. Очень много. А так как территория у нас в принципе немедленная, мы можем производить просто там. И дешевая рабочая сила, безусловно. Поэтому если мы будем использовать семена... А сколько у нас процентов? Наша территория пригодна для жизни. Ну мало. Мало. Не у нас процентов. Но я тебе могу сказать, что 4 региона собирают 50% в 4 области. Собирают 50% в нашу уважаемую пшеницу. Это Курско-Орловское какие-то? Нет. Какие? Ставопольское, Краснодарское, Воронежское. И Курсково очень много. И там много. Но это в другие 50% входит. А в другие 50% входит. У нас, вы знаете, что у нас является мировым эталоном чернозема. И является чернозем вот этот Курско-Орловский из-за Воронежа. Вот у нас, грубо говоря, и в Восточной Украине это мировой эталон плодородной почвы. Просто мировой признанной. То есть, с точки со стороны продовольствия нам, короче, это какая-то... Да. То есть, как раз обманка состоит. Что ты людям рассказываешь, что у тебя продовольствия не хватит. А на самом деле, потому что люди голодают и продовольствия может не хватить. А на самом деле, ему столько, что девать ему некуда. Почему люди голодают? А люди голодают, потому что, я опять повторяю, не можешь упасть ниже некой себестоимости. Если у тебя доход в Африке людей 1 доллар в месяц, то ты ему не сможешь продать пшеницы, не продавая ниже себестоимости. Мы уже говорили о том, что можно кокосы у них покупать, бананы и всякие. Ну какие бананы и кокосы? И покупают у них бананы и кокосы. Ну и чего? Так они размножаться, дальше их будет больше. Они не могут ниже некой себестоимости. Кстати, вот еще про проблему размножаться. Вот эти вот как раз африканские страны, они как-то уж больно сильно размножаются. Да. Или даже целая программа, где хотят как-то ограничить, рождаемость. То есть, им это продовольствие всегда, у тебя все равно, ты не можешь упасть даже. Ты его очень много, то есть у тебя нет никакого приводного лимита, который позволяет говорить, что мы не можем произвести пшеницы больше такого-то такого плода. Этого нет. Слушай, а не является лишь такая же логика в области техники? Например, мы знаем, что компьютер, когда ты не береги, ты всегда купишь компьютер, условно, хороший за 1000 долларов. Почему? Каждый раз, когда возникают новые технологии, по старым технологиям ты уже купить ничего не сможешь. Потому что уже нет ни каплитующих, ни составляющих. Я не очень повержу здесь связь. Связь состоит в том, что у нас специально держатся высокие цены, потому что, в принципе, как бы... А, это да, это правильно. Чтобы промышленность существовала, иначе промышленность загнется. Я согласен, это так оно и есть, да. Это как Великую депрессию, когда топили пшеницу в коробках паровозов. То есть, ее было много голода. В Америке был массовый голод, тем не менее. А почему они ее не раздавали? Ну, вот, не раздавали мы, не можем больше... А как же солидарность людей? Ну, я не знаю. Это как в Америке и все, да. Нам в России отправили. Знаешь, куда отправляются эти бэушные компьютеры, как бы, на свалку? Вот, я вот смотрю, прямо в Африку отправляют. Прям такие огромные горы, там просто, там, мониторов, там, рабочих там, да. И вот эти африканцы, там, они их разбивают, там, и какие-то детали, там, ну, как обычно, там, если, видимо, там, в каких-то золота, в каких-то серебро, там, они как-то продают, перепродают, там. То есть, вот, куда вся техника девается. И там, в принципе, все это пригодно. Что, если так вдуматься, на самом деле, таких вот потребностей, да, вот, многие потребности, пусть, в компьютеры, в нашей стране, можно было бы удовлетворить, и мы еще эти старые компьютеры. Но их не продают нам. Потому что все это уничтожается, чтобы мы покупали каждый раз много. Я возвращаюсь к нашему теме сельского хозяйства. То есть, то, что грозит удовольственный голод, что мы не можем произвести пшеницы, там, свинины, что-то больше какого-то проблемного уровня, его нету. Вот была... Ну, я сам сказал, что голод может быть даже припределить производство продуктов. Так, а как же быть ими? Ухотворный. Нету лимита производства, а есть попытка задержать... Как с вегетарианством? Вегетарианцы. Вегетарианцы считают, опять же, я вот... Ну, значит, они, видишь, неправильно считают. Они считают, что, поскольку производство, животноводство, есть ли место того, чтобы производство... Да они, потому что, раз здесь, в животноводство, от этого негр в Африке голодают. Да, именно так. А я тебе говорю, что... Позиция следующая состоит, что... Для того, чтобы выращивать эту живность, требуется засеять огромные поля вот этими зерновыми, этими кормовыми культурами. Да, эти кормовые культуры, они, на самом деле, все полностью отдаются на... Ну, их употребляют, и животноводство полностью, да, и огромные поля засеяны и только этими культурами. Но, эффективность, как бы, этого засеяния, этих поля, кормовыми культурами, она меньше, чем, если бы мы засеяли зерновыми культурами, которые потребляет человек, да, и кормили бы людей, например, вот, африканцев, да, это зерновые вещи, это культурами, которые потребляет человек. Почему меньше эффективность? Потому что мясо стоит, во-первых, дороже, а во-вторых, как бы, животное съедает больше, чем человек. Чтобы набрать какой-то вес, оно огромное количество съедает кормов в культуре. И вот, как бы, из этого вегетарианцы делают вывод, на самом деле, что вот надо все уже в одного раза похерить, как бы, да, и развивать сельское хозяйство. Ну, вот из моего доклада состоит, что это не так. Да, получается, что это не так. Что ты, что ты можешь на имеющихся площадях, грубо говоря, можешь производить это... Еще там факт того состоит в том, что вот навоз, который производит, ну, это как отходы, да, животновоз, то он, на самом деле, загрязняет эти поля, загрязняет, как бы, там, землю, там, тоже его, как-то надо утилизировать, там, то ли радиоактивно, то ли еще какой-то там. Короче, навоз тоже как-то отношу с ним делать. Ты же сам научишься. Это правильно. Это так, да. Что мы действительно... Иголозы очень много производят. Особенно отходы от птицеводства вообще никто не знает, что с ним делать. То есть... А какие там отходы? Ну, какой? Кал, птичьи, как он называется? Игуаны. А одобрение из анализовских? Ну, почему-то не делают... Второй вопрос, с которым настаивают, опять же, вегетарианцы, состоит то, что животные... Поскольку у нас предприниматели, они показывают по телеку, он это... Делал подобрение из любого навоза, у него там большое предприятие, типа бизнес такой, с любом из червяков. Да это известный парень, не из любого навоза делают, а из грунта. Почему из навоза? Не-не-не, он из грунта. Я туда... В эту штуку даже попался на работу устроиться лет 10 назад. Вот у нас в Петербурге, понимаете. Попался устроиться лет 10-15 назад в отдел продаж. Было такое дело? Знаю я. Это калифорнийский червей. Они там пост в гунте, они там что-то едят, переглядят. Получается по удобрению. А почему тогда существует план какой-то? Я не знаю, правда это или неправда. Ну, по крайней мере озвучивается, что на земле должен остаться какой-то золотой миллиард, да? Потому что вот это и существует... Это нет, это нет. Это все... Все это страшилки из протокола Семских мудрецов. Нет, получается, по-твоему, что если мы... Мудрец мы сможем на земле производить достаточно продовольствия, даже перепроизводить, да? Несмотря на то, что население земли постоянно растет, да? Получается проблем никаких нет? Да, у тебя проблемы прямо противоположные. У тебя есть сельское хозяйство, где работают люди, где производительность его растет экспоненциально резко. Что делать с этими людьми в таком количестве? А что делать, например, в прократой России? Она, с одной стороны, к себе штуку не пускает, не пускает продукты, потому что у нее заградительные пошлины, наверное, много чего стоит. А с другой стороны, она играет так же, как играет на рынке нефти. По-прочему, неправильно, все время увеличит производство пшеницы. Я же не к этому вопросу, потому что неграничное возрастание населения земли нам ничем не грозит. Ничем, в ближайшее время ничем. А тем, что эти люди не деваться будут некогда, что работы не будут, и это грозит, потому что эффективность технологии такова, что не требуется. Это другое, что они будут искать себе другое предложение сил вне сельского хозяйства. Это не только не сельское хозяйство, нигде нет работы, потому что автоматизированные производства там, правильно? Резкой труд. Почему? Всем услуг, медицинские обслуживания. Чем тебе медицинское обслуживание? Мы недавно разговаривали, опять же, про интеллигентов. Опять же, вспоминаю этот разговор. Ты говорил, что интеллигенты – паразиты. Может быть, все скоро таким паразитом станут, потому что в сфере производства, собственно, да? Интеллигенты – паразиты по-другому. Я понимаю, просто в сфере производства не так много будет населения земли. Но ты же это знаешь, что в Америке 20% производства, в основном производство техники военной, 80% сфера услуг. Там весь мир так будет устроен, что все пойдут работать тренером фитнеса, спортивным. Так это есть способ в индустриальном обществе? В том числе, да. Но у тебя очень важно видеть, что у тебя наука… Может, ни за счет чего они будут. Ладно, Америка живет за счет там… Ну вот видишь, что ты говоришь, что с продовольствием никаких проблем нет. Но если у тебя продовольствия дешевого, его много, что тебе надо жить? Тебе же больше ничего не надо, что ты только будешь? Если у тебя появился… Позритель не нужна. Ну что, квартира не нужна? Она будет строиться. А в Штатах-то проблема, что у них настоящий метод на человека в среднем. Почти как у меня. Ну так а металла-то хватит, что всем хотят по одной машине выбить? Металла-то хватит, наверное. И металла хватит. Да, хватит. Ты все время говоришь, что ресурсы у тебя ограничены. А они, кстати, ограничены ресурсы? Пока да. Но у нас еще 10 лет назад считалось, что газ ограничен ресурсом. Теперь выяснилось, что он не ограничен, он бесконечен. Это сланцовый газ. Еще сланцовый газ, да. Появилась технология, которая позволяет… То, что раньше было невозможно… Ну расскажи про эти технологии, добавлю. Если обсуждаем ресурсную экономику, мы хотим понять, что нам грозит. Точно так же. Напомним, пять лет назад было, скажем, или десять лет назад, было мнение, что ресурсы на земле ограничены. Американцы гады, потребляют больше всего ресурсов. И мы все сидим на огромной странице. Мы сами же сидим тоже на огромной странице. Никому ничего не дарим. И все хотят наши ресурсы захватить по этой причине. Потому что земле их мало, и жизни жить может… Борьба за них будет обостряться. Не только, как хачется посевные площади. Потому что тоже была борьба за посевные площади. Потому что население росло, а посевные площади в той же Германии были маленькие. Они были истощены. Точно так же. Так же думали по поводу нефти и по поводу газа. Но, поскольку наука у нас является важнейшей и производительной сферой сейчас, была придумана такая вещь, как сланцевый газ. Добыча сланцевого газа. Я напомню, что первый – это обычный газ, который находится в сланцах, то есть в глине, а не в песке. Тот, который находится в песке, он легко измелькаем. Он находится под давлением. Ты просверлил его трубочку, ставил, и он под давлением туда выходит. А этот газ, поскольку глина для него сланится непрозрачен, не проникает, в отличие от песка, то ты протрубил эту трубочку, и собрало очень мало газа. Тебе свернуть эту дырочку, то есть скважину, стало неретабельным. Но, благодаря новым технологиям и большому количеству нового брового оборудования в Америке, эту проблему удалось решить. В первую очередь, удалось резко съединить себестоимость этого вертикального свернения. И таким образом, ты можешь этих шахт насвернить очень много, и становится рентабельно собирать даже очень маленькие месторождения. То есть, эти дыру, она что? Самое главное, что начали активно использовать так называемый гидрозлом и горизонтальные боли. Запускаешь туда, грубо говоря, робота, он там делает горизонтальный шум в этой вещи, в сланце. Потом тут загоняешь туда воду, вода это дело разламывает, делает там разломки, потому что... Ты его заполняешь песком. То есть, ты как бы лукотворно воспроизводишь обычное наше газовое микроместорождение. Обычное из газа. И все это экономически очень выгодно. Да, и начинается это дело оттуда качаться. Если газ из сланца поступает в эту горизонтальную шахту, то это качивается сквозь шахту вертикально. Это могло показаться фантастикой. Но американцы настоящими сланцу газа и метана из угольных месторождений добывают 25%. Раньше все парты были заставлены вот этими громадными заводами, которые принимали жиженый газ с мира. С персистого зальевки, в первую очередь. Но теперь они пустуют. Их пытаются переоборудовать, чтобы этот газ отправлять обратно. У них... Мы его продаем в районе 500 долларов за тысячу кубометров. У них на внутреннем рынке сейчас цена 100 долларов за тысячу кубометров. Пять раз это уже больно, конечно. Да. У нас такая цена для внутреннего производителя есть только в вещах, которые госпомдатируются государством. Это они сделали буквально на наших глазах. То есть казалось, что по ресурсам, по такому важным, как то, что нам нужно сжечь, это значит дефицитно. Дефицитно по газу. Выяснилось, что нифига не дефицитно, что этого газа, по сути, в мире бесконечное количество. Потому что ситуация у газа сотни раз больше, чем обычного. Потому что они научились из неизвлекаемых месторождений, раньше считаем, в частности. Рентабельно его стали извлекать. Плюс это мой любимый биотонол. То есть угрозу. А газ это не только топливо, это и химическое производство. Да, это всё. Это угроза угроза. Теперь речь идёт о том, что нефтефиксированное количество. Или придумают, что-то как-то его будут заново извлекать из земли. Либо это переведут автомобили, скажем, на газ. То есть газа у нас, можно сказать, неограниченное количество. Это еды неограниченное количество. Осталась вода. Что с водой? Ну а что, воды тоже неограниченное количество. Ну а откуда она с водой? Ты же её можешь очищать эффективно. Почему? Ты испытываешь? Нет, у нас неограниченное количество в смысле морей. Но ведь как вот соль. Ведь говорят, что технология добывания воды из... Нет, почему? У тебя и кресной воды неограниченное количество. Нет, ну у нас в стране может быть много. У нас не майкал. Ну и в мире так по большому. Но в Африке там постоянно недостаток. Регионов каких? Ты про Африку, блин. Это про Африке, да. Нет, давай так скажем, не про Африку, в среднем, так сказать, на земле. Есть недостаток воды? Нет. Её очень много. Ну потому что ты... В России ты там тысячами долей процента воды потребляешь. Ну это да. В Европе ты потребляешь. У нас это самая водообильная страна. Благодаря Байкалу. А напомнишь, которая самая большая страна по водосбору, это Африка? Амазонка. Амазонка. Десятки раз превосходит любую другую речку. Ну это да. Вот тебе ещё один пример, где воды неограниченная. Одна из самых больших, это Конго, Заир. Тоже сумасшедшая совершенно. Больше чем в Европе. А в Европе хватает из воды? Нет никаких проблем с водой. А почему тогда говорят, что вот вода скоро станет дороже, чем нет? Что-то такие высказывания. Ну это всё, что говорят. И говорят, что и пшеницы будет не хватать, что в Африке нет. То есть это всё просто страшилки, да? Это страшилки. То есть наука является мощнейшим производственной силой. Да, производственной силой. Вот, это вот американцы настолько красиво эту соснацовую гелом. А что вы тогда за территорию тогда держите все? Получается, территория не имеет такого значения? Не имеет. Помнишь, что я тебе рассказывал про вот этого амноматического человека, да? Получается, вот все условия зоны. Не имеет. Еда, пожалуйста, вода, не граничит. Не имеет. То есть поразительное, что не имеет. То есть раньше в Германии в тридцатых-сороковых годах, и просто народ было бы не прокормить. Затрели, и всё. Один голд, один голд. То есть сейчас они на своей крохотной территории... Сколько уже 90 миллионов? 80, да. Они в состоянии всё собирать и вывозить ещё за мир. Не согласитесь? Удивительно получается, да? Что раньше всё-таки территория имела огромное значение. Америка там... Америка там... Да, потому что пашня была. Почему Россия всегда во всех войнах побеждала, да? До индустриального периода. А потому что у нас было самое большое количество пашней. Одно, по мультсуанскому закону. Было очень много народу. Как только война прошла, лимова... Помните, ты про производство железа рассказывал, что, возможно, у нас самые большие были запасы леса? Да. То есть в Европе всё вырубили в тот момент, а при Питере, да? Поэтому мы очень много экспортировали именно как бы железо. Да. Да. Потому что был... Я рассказывал. Проблема там же у нас состоит в следующем. Что до определённого момента ты не мог использовать каменный уголь в качестве топлива, или производство жилось. Потому что там серы очень много. Серы много. И в результате железо на каменном угле у него становилось некачественным. В 1730 году была придумана технология локсования. И все наши блестящие достижения Петра, Ланецкие заводы. Кто вспомнил сейчас о металлогических заводах Волонсе? В Устюжине, Вустюге... Причем они действительно построены поближе к лесу. Именно там, где ресурсов много было. Там уже вырубили только тому времени. В Европе уже леса не было, да? У нас на юге уже не было. А туда, куда пошли, там была эта руда. Они были ограничены об этом. Появилась процедура коксования. И через буквально 50 лет у нас здесь производство практически полностью прекратилось. Но спецслужб стал невинтальным. Потому что, когда у тебя на каменном угле, у тебя себестоимость падает по отношению к лесному делу сотни раз, наверное. Илья, я просто к чему все веду я? А не получается ли так, что вот сейчас, например, Кургинян там и многие патриоты ратуют за то, чтобы сохранить Россию ее границу? Не получается ли так, что это идея глупая? Нет. Это идея не глупая. Это идея не глупая. Это идея не глупая. Не имеет значения такое значение территория теперь. Ну надо, надо. Помощь я как-то уехал. Нет. Она состоит в том, что у тебя нет старой этой потребности, чтобы европейцы у которых перепроизводствуют прийти к нам и нас завоевать. Из-за нефти. Сначала из-за пашни большого количества, да? Из-за пашни шли. Потом из-за нефти и газа. Так вот нету такого сейчас. Американцы всем продемонстрируют своим сланцовым газом. Нет, ну вообще-то в частности... Но даже не воюют со всеми за нефти. Подожди, вот я не хотел сказать. Вот патриоты же как же, а как они обосновывают? Что Америка обязательно рано или поздно хочет нашу территорию. Почему? Потому что у нас очень много ресурсов, у нас вода, нефть, газ. У нас чего так и нет. А теперь получается, что если Америке ничего этого не нужно. А зачем они будут ввязываться в войну с двойной медициной? Результатами, а? Зачем лиги пришли? Чем ли рамки давятся? Зачем враг от ламбили? Да потому что у них экономика зависит от того, если в мире есть стабильность, то доллар растет. Они боятся, что просто обрушится их экономика. Почему стран эти все не стены? Еще раз объясняю. Это случайное совпадение, да? А это обычная анатомия. Нет, ну и нефть тоже важна. Нефть важна, потому что нефть имеет самый главный ресурс в экономике своей. Нефть на сегодняшний день являются критическим ресурсом, нищий от газа. А, а нефть торчается все-таки? Да, она критическим ресурсом. А Уран. Тоже является критическим ресурсом. Все-таки, вот смотри, давай… Верси на 35-й Уран, который работает за станции, является критическим ресурсом. Тогда получается у нас все-таки, есть две вещи, которые являются критическим ресурсом? 10 лет назад газ тоже являлся критическим ресурсом. Так ты же говоришь, что построили атомные электростанции на быстрых нейтонах. Построили, но у тебя откуда нейтон? У нас она есть, расскажи тоже. Есть несколько изотопов урана. Есть проект замены урана? Нет, 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 ты не понимаешь, что это значит. Хорошо, хорошо. Вот у нас есть как бы три десятых мировых запасов нейтронов. Это у нас 235-й уран, а большая часть это 238-й. В чем здесь фокус состоит? В чем здесь состоит фокус? У нас, когда 235-й уран поглощает один нейтрон, то происходит развал его с вылетом новых изотопов, вылетом каких-то типа йода, но там около 300 видов отколков. И вылетает еще несколько обычно нейтронов, может быть 2-3. Парадокс состоит, что эти нейтроны 2-3 могут прийти к другим атомам ядра урана 235 и тоже их поделить. И у тебя реакция это может привести спонтанно. То есть все время вылетает больше нейтронов, они делят все больше и больше атомов, и па-бах, и взрыв. Это называется атомная бомба. Да? Урана. Это цепная реакция называется? Да, цепная реакция. Но ты ее можешь управлять таким образом, что ограничивая количество этих нейтронов в этом куске, таким образом управляя их, чтобы у тебя все время делилось примерно одинаковое количество атомов урана. Это будет, охлаждая их водой, вода идет на станцию по контуру, вращает турбину, и ты добываешь таким образом электричество. Что такое? Ну его мало очень, его три десятых, его очень сложно извлекать из породы. Он чуть-чуть полегче, извлечь его на центрифугах можно. Тридесятых в смысле чего? Мировых запасов? От всего урана. Мирового? Да. Ну природного урана. Тридесятых. То есть есть некие запасы природного урана? У тебя есть мало и такого урана, у него всего три десятых тот, который ты можешь использовать. Почему ты не можешь двести тридцать восьмых их делать? Потому что двести тридцать восьмые, они тоже участвуют в этой реакции, но участвует он иначе. Он поглощает нейтрон, потом происходит каскад из трех реакций, и он превращается в лутоний. Два нейтрона у нас вылетели эти, значит. Но в чем здесь прикол состоит? В том, что энергия этого нейтрона, который позволяет сделать из двести тридцать восьмого урана, сделать плутоний через эту реакцию, она должна быть не меньше определенной величины. То есть он достаточно энергетический, такой горяченький должен быть нейтрончик. А те, которые из него вылетают, они по большому счету медленнее. Один соответствует этой нейтрон такой, этой частоте, а другой не соответствует. Но есть еще понятие сечения рассеяния. Сечение рассеяния, что далеко не каждый нейтрон попадет в ядро, он здесь находится в атомах, а там такая большая пустота, а посередине маленькая мишень ядров. Он просто вылетает куда-то еще. Поэтому в природном уране цепная реакция невозможна. Потому что у тебя количество нейтронов, нужных тебе, всякий раз по акции отделения, вращается меньше, чем их потребила изначально. Если в 235-м триденциал, и по цепной реакции их стало все больше и больше, эта реакция размножается, то у тебя с 238-го все происходит совсем иначе. То есть у тебя вылетают тут нейтроны, но новый нейтрон с нужной энергией становится во всякий раз все меньше и меньше. Поэтому обычный реактор на 238-м уране невозможно. И в природе цепная реакция это не происходит. Но как можно с этим работать? Когда у тебя есть ядро, которое интенсивно спускает нейтроны. Например, это тот же самый Плутон. У тебя берется Плутон, он спускает, нейтроны туда летят, они присоединяются, он находится в такой оболочке специальной из 238-го урана. Они туда к нему приходят, значит, превращают его сами в Плутон. Одно из них. При этом происходит куча энергии дополнительной появляется. И после этого этими стенками из этого же урана они отражаются обратно в этот самый же Плутон. Там происходит обычно наша реакция, похожая на реакцию урана 235. То есть у тебя двух уровней. То есть у тебя с одной стороны работает обычная, посередине стоит обычный атомный реактор, атомная реакция, которая похожа на 235, только на форме Плутония обычно делается. А снаружи у тебя эти нейтроны еще утилизируются тем способом, что они вырабатывают еще больше энергии и дорабатывают опять еще раз Плутония. В конце концов, вот это самое топливо, которое у тебя посередине горит, оно из урана 235 снова изготавливается. Вот этот реактор на быстрых нейтронах. В чем здесь прикол стоит? То есть если ты посередине выключишь вот эту Плутонийскую реакцию, то у тебя все остальное тут же быстро за голову. А как ты выключишь? Граффиты вы же держишь, не откуда? Ты ее остановишь. То есть вот у тебя эта штука. И Плутония, которую он вырабатывает в этом, казалось бы, о, мы тут Плутоний будем вырабатывать. Ну 50 лет он работает, что такое количество Плутония вырубит, которое в нем горит изначально. То есть оказывается, Плутония это как бы парад из 235-го уровня ближайший. То есть у тебя что оказывается? Что ты можешь как-то использовать 238-й уран, но для тебя критическим ресурсом является 235-й. Тебе все равно нужно много 235-го урана. Почему американцы перестали в 78-м году строить атомный уран? Когда вот этот реактор работает в двух уровнях, у тебя Плутония-то все больше становится? Да. Но для того, чтобы выработать такое количество, которое у тебя сгорело там внутри, нужно 50 лет. Значит все равно ты рентабельный? Ну через 50 лет, если 50 лет это устроят. Ну у тебя с каждым годом все будет. Ну с каждым 50-летним. Да, ну ты изначально должен... А если тебе Плутония, то изначально надо откуда-то достать? Для того, чтобы запустить. Да, его надо запустить, ждать 50 лет, тогда он сам себя воспитет через 50 лет. Но теперь изначально его надо откуда-то взять его. А сейчас его нету, да, ископаемого? Ну вот, я говорю, нет. Вот его и добывают, в общем-то, из 235-го урана. Все равно из 235-го урана. Из 238-го. Ну облучают его там. Главным продуктом у тебя горения является 235-й уран. Вот он является критическим устройством. Его мало. Почему американцы переставили ставить атомную станцию в 78-м году? Почему? Потому что они поняли, что его взять неоткуда. А вот на оружие используется какой? Плутония и Дест-инспиртура. А может быть они разрядить, так сказать? Так и сейчас и происходит. А тяжелая вода, это что такое? Ну, тяжелая вода, это вода, у которых места. У тебя водород, он состоит, как правило, из одного протона, так называемый проти. Там протон, но к неолитру. А ты к этому, значит, можешь к этому протону добавить компанию в ядро. Еще один нейтрон. Тогда у тебя будет дитери. Можешь два поставить нейтрона. Тогда будет третий. Третий же патрусичен. И быстро распадается. А в дитери такой достаточно стабильный. Или производству бомбы нужно. Да. Если ты... Не зачем, то понятно зачем. Зачем? Я хотел сказать. Ну, сейчас. Сказать, да? Да. В общем... Это уже отклонение, конечно. Ну... Вот. У тебя... У тебя... Как делать бомбы? У тебя... Как делать бомбы? Ну, я хочу уходить, я расскажу. Помимо атомных бомб, потому что, по тому вопросу, есть еще гораздо более сильное оружие, более интенсивная реакция, называется термоядерная. Если там у тебя ядро урана распадается на какие-то осколки с объединением энергии, либо там происходит количество трансмутаций, когда он один горячий, как сказать, восьмом уране, он прихватил один горячий нейтрон, и он дитрово становится нестабильным, происходят какие-то реакции, он вызывается плутоний, и спускается альфа, и спускается электрон, и бета распада, там два раза этого распада в цикле стоят. То есть здесь у тебя ситуация, что ты взял два, скажем, атома этого водовода, слил, можно сказать, они слились, в большим количеством тепла, опять, громадной, у тебя появился атом гелий, ядро гелий. Как это происходит на практике? Самая распространенная реакция, когда у тебя берется дитерри, берется третий в одном из них, один протон, и во втором один протон. Дитерри один нейтрон, в третий два нейтрона. Они взливаются, образуются теперь гелий с двумя нейтронами и двумя протонами. А один нейтрончик улетает, он лишит, да, в этой компании? Он взял туда и улетел туда. Она происходит с диким количеством тепла, гораздо больше атома. В чем здесь проблема? О том, что они электрически положительные. Электрически положительные. И они между собой очень сильно отталкиваются. Их надо в очень высокие температуры, в высокие давления, чтобы они между собой взяли такое расстояние, когда они могут слиться в одну еду. Вот. Поэтому в качестве запала термогененного оружия используется такая штука, которая создает высокое давление, высокую температуру. Атомная бомба маленькая. То есть, у тебя атомная бомба сама образуется тем, что там у тебя... Она сытную реакцию образует. Да. Что у тебя это происходит туда, бежишь, ты снил туда, у тебя происходит мощная реакция. Мощнейшая. Потому что атомное оружие обычно... Ну, по мощности. Конечно, мощная. Но это все равно сопоставило с каком-то там бомбардировкой, кучей там бомбардировщиков. Оказательно, это уже туши света. Тоже показываетесь. Все-таки давайте это к ресурсной экономике. Значит, у нас получается, что с точки зрения экономики... не человеку, да? Что пока, с точки современной точки зрения, у нас недавно газ являлся... 50 лет назад количество пашни являлось критическим ресурсом. Нету пашни, у вас все нам голодают. Да? У тебя закрыли пшеницу, и ты поголодаешь. Десять лет назад казалось, что газ является критическим ресурсом. Нету газа, и ты все замерзли. Сейчас нефть и уран-235 являются критическими ресурсами мировой экономики. Но все-таки согласитесь, что это как бы на нашей жизни это вряд ли сильно отразится? То есть? Ну, потому что если у нас есть продукты, питание, есть вода, то как-то ведь выкрепимся. В конце концов, вместо нефти мы используем газ. Да, вместо нефти мы можем запросто газ использовать. Атомные электростанции... А, да, мы уже начали говорить об обманках. Вот обманка всего этого движения, все говорят, что во, что они экологически грязные, что они такие ужасные. На самом деле это закамуфлировано для нормального человека. Объяснен тот факт, что уран-235 в мире мало. Этому электростанции развивать нельзя. Потому что нет для них Сирия. А, это на самом деле специальная настафия? Конечно. Как это, хватает, о, сейчас мы все будем голодать. А, да, да. Почему люди поняли, почему вдруг что-то там, огромное средство тратится на то, чтобы Сирия их заглушить и все это стало. Да, да. Просто для них нет топлива. Атомная энергетика, как сказать, американцы строили, это первая. Сормия реформы, вот эта, на уровне 1035 в основном, она невозможна. Так всё-таки у нас построили на быстрых некомовах? Конечно, ну построили… Режда, я не reflection, что это не возможно. Ну да. Наша построена оберельская аэса, она работала сейчас в виде на эксплуатации, куча других этих кúcar. А почему вы найден и эксплуатацию? Ну, вы разработала свои рисунки и всё. А почему мы даже такие не строим? Мы будем строить, есть специальные программы. Все эти воспитывания же любимые у тебя. Да. Ну, там у тебя, как я, эту ситуацию понимаю, Все-таки ты ухожешься не в такой явной форме, на выставке этого, но все равно зависишь от урана 2030, но все равно тебе влиять с критическим ресурсом. Я видел недавно, Киренко ходил к Путину, он рассказал, что мы в Австралии купили шахты, в Канаде урановые шахты купили, мы типа обеспечили безопасность нашу энергетическую. То есть при развале Союза мы кучу продали этого урана? Да, продолжаем продавать. Продолжаем продавать? Плутония, да. Вот эти атомные бомбы, оружие Плутонии мы нам продавали американцам. По сообщению Горчина Мельдин, мы обязались еще там продавать, и примерно 60% нашего запаса Плутония на работу Новосоветского продали. А на работу мы как раз на этих электростанциях? Нет, другими способами. Обычными, традиционными способами. А что там с хранением отходов? Все-нибудь известно? Если это была целая буча, что вот мы теперь становимся свалкой. Ну а чего? Да, и проблема, когда у тебя 235-й уран делится, там буквально... Не знали эти отходы использовать? Сейчас из них очень токсичные, очень редактики. Отходы использовать потом нельзя будет в будущем? Можно потом, я могу сказать об этом. Ну пока вот нельзя. Но ты пойми, что для этого они уже не подходят, потому что это уран 235-й деленный пополам, грубо говоря. Ну меньше. Йод, грубо говоря, а ты йод. Это не уран уже, а йод. Ну честно, не йод. Да ничего, хороните, все. Ну ты говоришь, можно будет в будущем использовать? Ну, можно дальше распадать, наверное. Есть гипотеза, что ты помещаешь его в ускоритель и дожигаешь при помощи ветронов. То есть ты делаешь... То есть просто перспективы человеческой... Игорь, перспективы человеческой не так страшны, как они вам рассказывают, да? Да, да, то есть у тебя... Вот американцы только что эту вещь людям всем продемонстрировали, что у тебя газ только что игрался критичным ресурсом, и вот ребята сделали, на глазах это все сделали, и он не является... Просто есть такие уже разговоры перевода в сей, в принципе, ну в большей части, скажем, техники, да, на газ. Да, на газ. И тогда и нефть перестанет быть критическим ресурсом. Игорь, а эксперимент этого товарища... А я и буду использовать только электричество. Был там физик один, который пытался электричество на расстоянии передавать безпроводы. Да, Tesla теперь не знаю ничего. Ну а что, не знаю. Что ты по этому поводу? Да я ничего не знаю просто. Там просто есть такая версия, что как раз твои высказывания эту версию подтверждают, что наши технологии, в общем, обусловленные еще помимо всего прочего, к СМИ производства. Больше? Угу. Что, как бы, есть технологии, но пока не будут выработаны прежде. Это есть такое, да. Это, я не знаю, как всему, я после этого ничего не знаю, что ты говоришь про тесланская передача. Ну такое действительно есть. Потому что ходят слухи, что, например, что двигатель внутреннего сгорания даже живет свои последние дни. А почему так долго спрашивается использовать? Потому что купленные автомобильные компании мира туда заложились очень сильно. Да. И они саботируют переход на более прогрессивные двигатели. Да. Именно так. Под заложились. Ну это на самом деле так же и с техникой, другой техникой. Ну уже. Под заложились. А когда это нужно будет сделать, они запросто весь мир перейдут на другие двигатели. В какие-то стерлингами, кто его знает, что там будет. Ну просто мне любопытно, что территория перестала иметь такое значение большое. Это важно. Да. Оно должно стало. Раньше имело значение пашня. Очень имело значение пашня. Всю жизнь мир, Европу, скажем, Россия как мило, это было критическим ресурсом. Но как вот я эту гипотезу высказываю, Евгений ввел ее подтверждение, что до определенного момента критическим ресурсом был лес, потому что все было завязано на железе. Каждый раз какая-то возникала проблема с каким-нибудь одним ресурсом. Допустим, лес, да, там был? Да. Лес, шниса, что-то еще. И вот эти ресурсы как таковые критические, они перестали быть критическими. Человечество выкарпывается. То есть у тебя, наверное, общая тенденция на развитие человечества в будущем? Что науке является мощнейшим производственными факторами, оно постоянно затручиво. То есть все-таки ты прогрессист как бы и оптимист, да? Да. То есть в 12-м году, какого там, 23 декабря, никакой катастрофы не случится? Да, не случится. Вдруг хлеб кончится, и мы обнаружим, что магазины пустые там. Да, ничего такого не случится. То есть это можно все сделать только лукотворным образом. Например, когда у тебя деградация образования может достигнуть в воде невзятой стране такого уровня, что теперь станут работать все электростанции атомные. Эти гидроэлектростанции остановятся и взорвутся все тепловые электростанции. Тогда да, все садятся на велосипед и добывают электричество таким образом. Теоретически такой апокалипсис возможен. У нас же основная энергетика, это же какая? Это же гидроэнергетика? Тепловая. Тепловая. Не, мне нравится просто, если территория не перестала быть такой важной вещью, тогда, может быть, не будет все-таки воин за территорию. Так не будет, не будет. А будет все по-другому. Представляете, что будущие воины будут вестись не за территорию, не за ресурсы, а за свою версию истории. Между прочим, это очень похоже на правду. Потому что у нас, в принципе, тоже есть Фоменко, так сказать, и другие истории. Ты берешь людям и показываешь, что они главная по-историческим меркам страна, а ты здесь второстепенный. Твое дело брать под козырек и преклоняться. Интересно, что действительно в свое время этим занималась Европа. Теперь как-то пальму первенства перехватила Америка, да? А мы пытаемся как-то там в хвосте плестись. Ну, там работаем Фоменко, в частности. Что там была Великая Империя. Не знаю. Какие там могут быть войны из-за истории? Что-то очень сомнение. Не, но имеется в виду как бы виртуальная война. То есть это... Нет, почему? Явная может быть. Понимаешь, что это значит... Нет, подожди, Игорь. Виртуальные всегда идут с целью кого-то оградить, правильно? Нет, 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 нет. Ты не прав. Не прав. За земли. Да когда ты... Была раньше за земли. Когда ты сделаешь свою версию историю и другим предложишь, то ты таким образом их ограбишь. То есть ты ограбишь их в смысле слова. Ты, например, можешь идеологически показать, что вы являетесь тростепенным народом, и что у тебя там будет. Тогда финансовая система другого государства будет финансовой системой твоего государства. То есть, например, у тебя будет их валюта входить во вхождение. Ну, вот, например, как доллар стал всемирной валютой? Да. Что все поверили, что это великая экономика великой страны, понимаешь? Это да. Что они будут стоять вечно, понимаешь? Это означает, что ты... Что они эмиссионный доход свой, твой, который у тебя генерал с твоей экономикой, будут стоять сильный. Ну, как доллар? Доллар же, на самом деле, стоит 30 копеек, понимаешь? Как бы, по оценке платежеспособности. Но, тем не менее, он котирует сейчас сколько там? 31 рубль с копейками. То есть, на самом деле, они действительно получают, что даже грабят. Ты прав. То есть, совершенно добровольно любая бабка, которая хранит деньги американской валюты таким образом, она перераспределяет часть нашей собственности, которая у нас в стране. И более того, этим занимается государство. Мы храним золотовалютные резервы своих долларов. Правильно? Япония хранит и все другие страны. История очень важна. Такой имидж, пиар, все это. Вообще, как бы, интересно, что, в принципе, в будущем, те факторы, которые раньше считались старостепенными, частными факторами частной жизни, стран, теперь становятся ключевыми. Говорят, что 4% ВВП США – это производство музыкальной продукции. То есть, вот этих самых песенок. Не только музыкальные. Леди Гага. А фабрика Грёз, так сказать, Голливуд. Да, да, да. Они же тоже зарабатывают очень много, достаточно. Они, кстати, тем же самым распространяют свою культуру и свое влияние в мире. Конечно, конечно. А английский язык стал международным языком. Это тоже надо принять. У них лучшие университеты по этой причине, что у них английский язык. Ну, очень. Ты предлагаешь людям собственную версию мира. Подаешь им собственную версию мира, и мир начинает на тебя совершенно домовольно работать. Это важная вещь. А, Валя, а вот ты не помнишь, буквально, ну, там, 20 лет назад представление о том, что вот все советское – это как бы плохое по определению, а все как бы импортное, американское – это все высшие пробы. Не было такого разницы. Ты припомни. Совсем недавно мы сами себя унижали и говорили, что все наше – это мусор. Надо вот обязательно импортные, импортные джинсы, импортные видеомагнитофоны. Это, конечно, смешно звучит, но в некотором смысле в идеологическом. Мы же проигрывали эту войну, да? Это, понятно, может быть, что-то и соответствовало правде, но сам факт состоит в том, что вот это значение престижа, да, оно приобретает особое значение. Вот, а именно, как бы, вот, как и говорит правильно, через валюту. Хотя бы через валюту. Ну, это в общем. Ну, я так хочу сказать, что мы сегодняшние страны сегодня свои экономические посвятили тому, что в настоящее время ни продовольствия, ни как ни страны, ни газ… Ни территория? Да, но территория никогда не была сама посвятительным ресурсом. Ну, как не было? Ты же сам говорил, что Германия… Почему начала войны? Потому что… Пашня. Была площадь… А, Пашня? Не абстрактная такая территория, а Пашня. Площадь Пашня. Плаходной земель. Вот она являлась критическим ресурсом, например, сейчас она не является. По сути, они в состоянии производить на имеющейся территории и еще в низко раз больше продовольствия. А продукции животноводства сотни раз больше. Просто реально сотни раз они могут произведены. Там многоэтажные… Многоэтажные? Там паблики смерти, что называется, да? Многоэтажные. Они могут… Все это не могут… Кстати, очень важно мясо тоже. Одно из них – распространение мясных блюд, потому что вот моя горничная, она ездит в Австралию, у них устроены полки в гипермаркетах совсем иначе, чем у нас. Например, у них подается больше один-два сорта чая в гипермаркете. Представляете? А почему? Ну, вот я в культуре потребление чая. У меня в культуре потребление чая? У меня в культуре потребление чая? А чего чая? Вот пьют кофе, прохладнительные напитки. Не важно, что они пьют. Ну, а что у них очень много? А у них куча всяких мясных полуфабрикатов. Просто бешеное количество. И у них, наверное, там соль они добавляют? Все натуральное. Да, похоже на натуральное, да. То есть дикое количество. У них у каждого во дворе Анатолика состоит этот барбекю. Они постоянно их делают. Это тоже способ бороться с предпроизводственной всехозяйственной продукцией. Не считаешь, только способ бороться? Скормил свиньи, а свинья потом и ты ешь свиньи. Натуральный продукт выручен, так сказать, на домашних на лозе. Я тебе подсказал. Что они дорогие и специальные магазины. Про органика, так называемая, это тоже способ уменьшить производство всехозяйственных продукций. Заставить народ выращивать, потреблять. Ну, еще, наверное, это движение вегетарианцев, нет? Ну, это так, побочные. Я думаю, ребята сами просто так. Это бонус. Это бонус. Просто парадокс. Мы еще и вегетарианцы. На самом деле нам больше потреблять мясо, потому что скотина потребляет много растительной пищи. Мы и так не знаем, куда эту растительную пищу продевать. Вот на пероотонол. Но зло это перезвон. Перезвон. Нельзя. Вот пероотонол тоже важная вещь. Вот кто знает, для чего они дадут. Они, может, там что-нибудь так манифицируют, или что-нибудь сделают, что-то. Этот пероотонол будет реально заменителем нефти уже. Ну и что мы будем делать? С газом. Газом, условно, столько опустили за последних пять лет. Это просто даже чудо какое. Было чуть не ссот процентов, а сейчас двадцать восемь, по-моему. Взяли и потеряли на пустом вести. Игорь, давай. По моему значению. Так в итоге, Игорь, сделай какой-то вывод по поводу нашего семинара сегодняшнего. Значит, я хочу сказать, что последние пятьдесят лет показывают, что какого-то ресурсного, критического ресурса, в смысле Паршни, в смысле Урана-235 и чего-либо еще, скорее всего, в мире не существует. Единственным критическим ресурсом на настоящий момент науко-ориентированной экономики являются мозги. То есть человеческая мысль и человеческое образование и его компетенции. Ну, умения, например. То есть человеческий ресурс? Да, человеческий ресурс. Качественный человеческий ресурс. Умный он должен быть. Он умный не то, что должен быть абстрактным, но он должен быть умным деятельно. То есть в том смысле, что любой нормальный мужчина должен, например, уметь обрабатывать лазером или на фрезеровочном станке заготовку. Просто это нужно не потому, что он будет работать фрезеровщиком, а потому что это позволит ему связать его собственный умственный мир с тем, как он может преобразовывать мир и природу. Это является важнейшим условием. Человек может быть любые проблемы, которые перед человеком стоят в области недостаточности обычных ресурсов, будь то пшениц или чего-либо еще, решая состоящий метр в тупом научном способе. Это не только дело в том, что в этом состоит, собственно, постиндустриальная эпоха. Да, в этом состоит постиндустриальная эпоха в том, что любые проблемы решаются при помощи новых технологий. То есть у нас есть способ, каким образом мы можем решить, в принципе, любые проблемы, если они подходят к критическому. Как за последние 40-50 лет произошла революция на Западе, и как только что все мы, американцы, продемонстрировали на почве шарфов, газов. Значит, наша реформа по образованию в России, это консервация осталась в свете того же... Я не знаю, что такое наша реформа, я никаких реформ не вижу, но я... Представлено образование школьное... Да, это безобразие. Я считаю, что развитие интеллектуального общества российского с существованием нынешней элиты, которая у нас образовалась после перестройки, несовместимы. Что наша элита нынешняя является агрессивно-антиинтеллектуальной. Субтитры создавал DimaTorzok